Друзья, всем привет! Вы на канале Просто Константиновы. И сейчас будет продолжение к предыдущему ролику. Было очень приятно читать комментарии, наблюдать просто, как количество подписчиков колбасится. Просто резко в минус, потом в плюс, опять в минус. На самом деле, я рада, что у нас в подписчиках остаются умные, адекватные люди с хорошим чувством юмора. Это всегда очень ценно. Несколько раз в комментариях промелькнула мысль о том, что, оказывается, мне неинтересно снимать все эти видео и вести блог. И что я выгоду какую-то ищу от канала. Но на самом деле это не так. Блогерство – это мое хобби. Очень давно до YouTube был Instagram, до Instagram был ЖЖ. Более того, живой журнал. Я нашла, специально не поленилась, нашла первую запись. Она датирована 2006 годом. То есть это был апрель 2006 года. И ни о какой монетизации речи вообще не шло. А до этого момента я, как все девочки, писала просто в тетрадочку. А еще хочу заметить, что все комментарии, которые были удалены, мы все равно видим. Все равно я все это прочитала. Особенно хороший комментарий был о том, что, Алла, ты Ване все портишь. Нет, не так. Алла, отдай канал Ване, ты ему все портишь. Вы не понимаете одной вещи. Если я отдам Ване канал, то канала не будет просто. Нет меня – нет канала. Ты же не будешь сам ничего делать. Я? Нет, я стримить только буду. Стримить все. То есть канал будет стримовый шлак однообразный. Абсолютно. Пойдем постримим. В прошлом ролике Алла жаловалась, что никаких пыльшек ей не прилетает. А еще раньше мы жаловались, что у нас микроволновка сдохла. Один из наших подписчиков… Надо не так. Один очень добрый человек. Один очень добрый человек откликнулся на нашу беду и сказал, что у него есть микроволновка, которая ждет, пока ее приютят, и она обретет новый дом. В общем, поехал я забирать эту микроволновку. И Пале столько ништяков прилетело. Сейчас мы их будем вытаскивать из машины и смотреть. И рассказывать, что там прилетело. Меня простимулировать решили? Не знаю. Это, наверное, вот такой… Ну, кстати, на тот момент, когда ролик этот выходил, нам человек уже все отдал. То есть это точно не стимул был… Не по следам предыдущего ролика. Не по следам ролика, да, это все произошло. Это по доброте душевной. Мы, да, уже с человеком встретились, а потом только ролик вышел на следующий, по-моему, день. Если будем пытаться разгрузить, я правда не знаю, как мы сейчас с Аллой будем доставать. Ну, давай уже, иди, открывай, мне же интересно. А, то есть ты так прям будешь? Ну, пойдем. Не, ну как, ну пока так. Я же не видела, я только так. Да, вот здесь я не знаю, что будет видно. Ты, наверное, лучше с другой стороны зайди иди сюда. В общем, вот микроволновка. Такая маленькая микроволновочка. Ну, она, кстати, мне кажется, больше, чем та, которая у нас стояла. Да? Да, но мы ее сейчас проверять, что будет. Работаем. Говорят, работает, и говорят, что она была вообще аховая в плане того, что прям навороченная на тот момент, когда была. Вот, но тут еще вот прилетело. Ваня думал о стиралке. Я собирался покупать стиралку, а тут, говорят, вот, типа стиралку мы с квартиры съезжали, я так понял, с какой-то там, ну, не суть важна. В общем, съезжали с квартиры и стиралку кинули в гараж. Гараж, а когда на новую заехали, то туда просто новую стиралку купили. Самый прикол, что тема стиралки последние пару недель у нас висела прям, висела. Остро, да. Остро. Потому что мотаться и кучу шмот стирать в Москве, это вообще уже достаточно утомительно, с учетом того, что я туда все реже и реже езжу, скажем так, и все реже и реже там задерживаюсь. То есть, если я там захожу, там, на пару часов, то за пару часов постирать не всегда успеваешь. В общем. Это по трансерфингу. Да. Надо доставать. Стиралку точно. А, еще, смотри, еще же, вот, прикол. У нас же дом деревянный. Вот таких два друга прилетело еще. Они даже работают. Вон еще чека, все как положено, опечатаны. Так что там еще один лежит в салоне. А, ну и я еще вон коробочку привез, унитаз еще такой же купил, потому что была скидка, и я успел в последний день ей воспользоваться. Унитаз? В принципе, он нам понравился, устраивает вполне. Там где-то унитаз? Поэтому взяли на второй этаж себе такой же. А еще бутылку-то говорил. Ну, бутылку я уже в дом занес. Спрятал, да? Нет, сейчас покажу. Сейчас, минуточку. Давай, давай. Стричку. Че жрешь, Юка? Че жрешь? Че жрешь? И тут что-то мне подумалось. А не убрать ли ее в холодильник? А места нет, Вань. Ты хотел... Надо чем-то пожертвовать. Нечем жертвовать. У нас как раз кушано будет холодное винцо. Домашнее вино. Говорят, нам друг делал. Вино вкусное, сухое. Мы еще не пробовали, но... Тому, кто нам его подогнал, большое спасибо. Будем пробовать. Тем более у нас, по-моему, похожие вкусовые пристрастия, как я понимаю. Ну, да, мы больше по сухим. По последнее время мне особенно белые понравились. Полусухие и сухие, и прям отлично. А убери ее в морозилку. Да. Она же не замерзнет, наверное, в лед за пару часов. Ну, не должна, да. А вдруг замерзнет? Не-не-не, сейчас... Погрызем? Винишко? Юка, что ты жрешь там? Скажи мне. Что ты жрешь, скажи мне? Что ты жрешь? Что ты жрешь? Ну? Юка. Да. Огурцы по трансерфингу. Огурцы прилетели, нам соседи подогнали огурцы. Давай пытаться доставать. Давай. Слушай, а... Ее надо поставить как-то, а для этого ее надо развернуть, потому что ты ее не сможешь поднять. Я ее в принципе не смогу. Может это, пойти в деревню, кого-нибудь попозвать, помочь? Нет, надо поднять, заглянуть, честно. Ничего, я тут не разбомню. Нет, не разбомню. Отлично. Главное, тачку не разбомнись. Помочь? Да! Помощь по трансерфингу, по доске. Давай, я калитку открою. Сказано. Ну что, куда нести? Да нести-то ее достать для начала надо, а снести-то делать десятая. Как-то вот вот уголочек снизить и просто ставим прямо здесь. Все, сейчас шланг, провода сейчас полотаем. Я голодная и злая. Мы сейчас будем дегустировать. Вино. Ну что ты, посоли, ты посолила? Нет, не посолила. Не посолила, что ты мешаешь? Вино открывай. Не хрен салат делать. Я не могу, салат не доделал. И ты еще не доделал. Не твое дело, я буду пить и есть. Мы это, запаслись, в общем, всем, чем надо, кроме штопора. Ну, вина редко пьем, но тут такой повод. Поэтому вот берем вот такой вот саморезик, вот такой вот саморезик, вот берем. Есть у нас еще специнструмент. Фастбэк от Милоки. Так вот его, оп. Вот здесь получается пусто. Цепляем, и вот там штопор. Как будем пробовать, ни разу так не делаем. Мы обычно саморезами на работе открывали вино. Да. Да, потому что на работе... И часто ли ты на работе вино открывал? Не, обычно этим херсонски занимался. Тебе сколько вообще курицы? О, ну еще кусочек, наверное, можно. Наверное. На этом она и тоже. Отверточка тоже милоки. Подарочная, кстати, да? Да. Подарочная. Да, та самая. Из штатов прям приехал. Мне кажется, можно уже попробовать. Лайфхак. Лайфхаки, говорят, много просмотров. Чпок. Чпок. Я буду дегустировать. И все, даже на сквозь не проколол. Еще можно закрыть будет. Да. Вероятно. Ну, потому что, поскольку я не как бы... Я не знаю, в одну лесу ты бутылку вряд ли, наверное, упьешь. Хорошее домашнее вино. Грех оставлять на завтра. То, что можно выпить сегодня. Мы с тобой как алкоголики последние. Ну, давай скорее уже. Нет, я буду вот отсюда пить. 40 лет победы. Давай. Какая интеллигентная бутылка. Хорошая, хорошая. Ой, класс. Как она булькает, а паха. Где моя... Ой, пахнет хорошо. Пахнет ядреной, я бы сказала. Концентрированный такой концентрат. Так. Ну? Виталик, спасибо. Да. Твое здоровье. Хороший, тепкий вкус. Сухое, абсолютно. Оно очень насыщенное. Вот прям вот концентрированное. Я бы, может, даже водичкой разбавила бы. Но нет, не буду. Так хорошо. Слушай, вообще класс. Слушай, я, пожалуй... Что? Не будешь на завтра оставлять? Кажется, я начинаю одобреть. Так может, на еде сэкономим просто по вину? Не. Очень вкусно. Так. 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 Продолжение следует...